Берет Сократ пример с овцами и говорит, да вот ты тогда, Фросима, говоришь, что корыстные пастухи выпасают на хорошей такой сочной зеленой траве своих овец, чтобы потом собрать больше с них шерсти, да и жаркое, чтобы было повкуснее. Я же тебе хочу сказать, что пастух заботится, это его задача, быть пастухом, я скажу тебе, да не быть мясником, это заботиться о тех, кто тебе принадлежит, направлять их, чтобы волки не тронули, чтобы вовремя домой привезти, чтобы вовремя на Пашу выгнать, это задача пастуха. Все остальное, кстати, Сократ Митальевича не мыслит, он останавливает их здесь. И этот образ пастуха, он также очень религиозен, паства моя, я главный над ним, я забочусь, он всегда образ заботы. Ну, корости я только в Фросимах там мог усмотреть. И дальше идет речь о чем? Мы зафиксируем, что настоящий правитель очень идеальный получился, он по необходимости правит, его пользы вообще там не существует. Дальше. Как выходит разговор? Платим. Вот то, что мы тогда не делали прыжок и сюда пришли, что ладно правитель, да, у него такая ситуация особая, он очень добродетельный, но каждый мастер опять отсылает к искусству, помнишь, да, он находит пользу в оплате. Если кого-то найм нанимает на какое-то дело, то искусство найма должно быть тому, кто оплачивает, очень хорошо развито, чтобы это было адекватно в проделанной работе. Отсюда делается вывод, бесплатная работа несправедлива. Не получил мастер пользу, не то чтобы выгоду, он не оценен. Работа должна быть оплачена. Очень даже современно, кстати. Платон говорит, что работать бесплатно нехорошо, совсем не подходит под те определения, которые мы давали. Но что же делает Сократ? Сократ. Он говорит, опять поворот следующий, ну, я тебе, вот мы сейчас дошли, да, до этого момента, я тебе рассказал, что какой-то должен быть настоящий правитель, но тут я тебе не уступлю в том, что справедливое пригольно сильное. Но мы это обсудим потом, вот тут уже явно. А мы это обсудим потом, и они таки обсудят это потом. А что же его интересует, что его зацепило больше всего в позиции Просимаха? Он не хочет останавливаться и топтаться на пригодно сильном. Он говорит, мне очень опасно твое утверждение, что несправедливость, она сильнее, и что несправедливая жизнь лучше. Видите, какой акцент? С пригодно сильнейшему, пригодно слабейшему. Это софистика, это игра в мячик, хорошо оставляется. Это не предмет разговора. Как ты жизнь свою ведешь? Вот что важно. В первой книге, которая является преамбулой к следующим книгам. А жизнь, из этого начиналось все, и этим заканчивается. Кефал, как тебе живется, был вопрос. И здесь важно оставить своих слушателей с тем, читателей, чтобы они понимали, справедливость — это о способе жизни, а не каким должен быть правитель. Это о нас с вами. Итак, жизнь человека несправедливого лучше, чем справедливого. Теперь вот тут я четко жду от вас поэтапное разрушение этого тезиса. Что жизнь человека несправедливого не является лучшей, чем жизнь человека справедливого. Что наоборот, лучше быть справедливым. Что лучше быть не форсимахом. Что нужно свою жизнь исследовать, видеть в ней неточности, корректировать. И двигаться к настоящей, подлинной справедливости. Но сначала Сократ, как всегда, берет противоречивые тезисы своего оппонента. Учитесь у него. Он никогда не будет говорить. Сейчас, первое, второе, третье. Записал, повтори. Итак, берем первый тезис, а дальше вы мне помогаете. Какой? Нестолго, спасибо вам. Да, совершенная несправедливость, полезно. Она целесообразна. Да, где всегда есть какая-то цель. Ну, конечно же, когда я кому-то несправедливой, мне всегда там добавляется. Я прям в зон слышу, как это происходит. Опять же, деньги были, как последний вариант. Всегда есть какая-то выгода. И в первую очередь это имеется в виду денежная. Значит, совершенно несправедливость полезна. Это же типичная позиция. Мне лучше быть несправедливым в современном обществе. Больше благ. Докажите, что я не права. Через один такой оппонент может случиться в вашей жизни. А вы готовы? Мы видим тезис. Совершенная несправедливость полезна. Дальше Сократ говорит. Полезнее, чем, скажем, несправедливость. Чем справедливость? Допишем так. Чем справедливее? Давайте справедливость ведем. Полезнее чего? Полезнее чего до другого. Справедливость. Отлично. Что такое справедливость? Добродетель ли она? Что такое несправедливость? Порог ли она? Несправедливость. Как определяет? Сократ подбрасывает одно из понятий, говорит, оно определит. Значит, ты сказал. Полезно, хорошо, я понимаю, выгода будет. А вообще ты скажи, справедливость является ли она добродетелью? Или несправедливость является добродетелью? Что из них тут? Он уходит. Он говорит, что справедливость точно не добродетель, но несправедливость точно, не точно, что порог. Он сказал очень хитро. Так, как вы думаете, какой здесь поворот? Является справедливость ли добродетелью? Буквально спрашиваю. Соглашается, он соглашается даже, что добродетелью. Да, конечно соглашается. Он говорит, что несправедливость целесообразнее, здравомыслие. Безусловно, он соглашается. Он же понимает, что расклад дел такой в реальности. она на самом деле так не может быть он так ведет мог по-другому но он соглашается справедливость это добродетель а несправедливость но безусловно это не добродетель никак не подходит ну все всегда это бинарно если одно да то другое не а потому что говорит просимах будут согласился а потом дает еще один тезис но я считаю что справедливость она она для какой гряд но не понимаешь и он ступо я сейчас самим с тобой в диссонанс это благородная тупость что ты такой благородный сделался по справедливости никакой выгоды не принесла такой алфевиат у меня сразу вспоминается благородная тупость страшные слова но напишем что сделать простак такое а что же здесь она ко мне а здесь здравомыслия если с ума сойти здравомыслие это не справедливо нет как похоже на наше общество так здравомыслия например они нужно наводить да ты что делаешь нибудь благородно тупым страшное слово значит как же ты штука что сказал одно а теперь ты говоришь другим так что же говорит сократ ты считаешь уже справедливость пороком они справедливость добродетелью не 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 считаю но вот вообще в народе у нас считается так а вообще она так не является это понятно как должно быть и как есть так до останавливаемся я просто понимаю что фросимах это относит со счастливой жизни что относится дамон соглашаю что там это добродетельно для него добродетель не равно счастливая жизнь да потому что абсолютно правило кому к этому постоянно идем еще мы сейчас вот будем дотошно идти разрушая оппонента этим мы занимаемся к счастливой жизни конечно же мы придем значит что он говорит а теперь давай рассмотрим и он приводит делает два этапа он вводит понятия имущество и подобие это первый этап и будет сейчас второй этап который он говорит что и знаток и не знаток эти два этапа понятия сейчас мы рассмотрим они позволяют ему постепенно указать что здесь неправда неправильно и так первое что мы делаем 1 римская напиши он задает вопрос справедливый человек желаю бы преимущество перед несправедливым справедливый преимущество перед не ставили здесь нужно быть будьте внимательны это последний сложный момент перед несправедливым и скажем справедливым все варианты значит справедливый хотел бы преимущества преобладать возвышаться перед несправедливым и справедливым ну во-первых говорит просимах помогает ему саграт когда речь идет о справедливым то ему речь идет они справедливости вот тут он должен иметь преимущества и он хочет потому что со справедливым он подобен а какой смысл врачу хотеть преимущество перед врачом. Внимание, не перед лучшим и худшим, это не те категории, которые здесь вы встретите. Во врачевании он будет хотеть возвышаться, иметь преимущество преобладания перед тем, кто не врач, ничего не знает. Если какой-то другой врач ничего не знает, он будет вот тем вот невеждой. И перед ним тоже нужно иметь преимущество. Здесь идет речь о том, что ты знаешь или не знаешь. Ну, еще проще. Справедливый хочет иметь преимущество перед тем, кто несправедливый, тем, кто не обладает справедливостью. Потому что с другим он просто подобен, и не смысла этого делать. А что же делает несправедливый? Здесь несправедливая вот эта, житейская несправедливость. Ну как? Конечно же он хочет преимущества. И больных. Он же хочет полноты. Он хочет всего. Значит, там должно быть два варианта. Несправедливо. Конечно же он отсылает калчность души. Несправедливое и справедливое. Вот. И я вам скажу, что уже на этом этапе про снимок в ловушке и отсюда его уже не выбраться своими утверждениями. Как дальше он вводит знатока и незнатока? Ну да, он говорит про невежду, что невежда тоже. Невежда, да. Знаток или невежда? Как? И больше, чем невежда, и чем сведущий. Да. Получается, несправедливый он невежда. Тогда можем добавить сюда. Не будем делать отдельный второй этап, а просто на одном сверху допишем. Как вторым ходом. Это шахматы получается. Второй ход, который делает Сократ, это указать, что те, кто у нас владеет каким-то знанием, для них никакого смысла нет преобладать перед теми, кто тоже эти знания имеет. Для них есть смысл преобладать над им неподобными. Они же знатоки. Тогда те, кто не знает, они вот тут, мы сейчас здесь. Те, кто не знает, они хотят преобладать и перед теми, кто знает, и кто не знает. Потому что они же невежды. Они не знают, как себя вести. они знают, что подобенство не сохраняет. И вот здесь он вводит, что... Говорит, так вот невежды, а они где у нас? Где у нас тут невежды? Невежды здесь. А знатоки где? А знатоки здесь. А тут у нас справедливость, а здесь несправедливый. То есть ввел отсюда сюда, ввел несправедливое, справедливое есть, кто где с кем подобен, а потом добавил характеристики суда, знатока и невежды. И показывает, а кто у нас там и того, и того хочет? А того, и того хочет у нас несправедливый. Ага, значит, он невежда. Все, вердикт. А этот знаток? Поворот какой? Давайте еще раз. Кто сможет проговорить этот поворот? Чтобы вы это поняли. Ведь это чистая логика. Тут никакой философии нету, правда же? Есть справедливый. Знатоки умеют отличать, кто знает, а кто не знает? Да, потому что они видят человека знающего, ощущают свое подобие. И никакого смысла нет преобладать. Ну, во-первых, оно не сработает даже. А который не знает, вот ему он будет указывать. И внимание, это еще важный момент. Ведь Сократ всегда указывает другому, что он не знает. Для чего? Чтобы он на него злился, ненавидел, чтобы сделать его душу лучше. Он укажет ему, что ты неплохо. Твоя докса, она неправдива, плохая. Она тебе мешает правильно жить. Для этого есть я, Сократ. Я тебе это укажу. И ты, по идее, должен исправиться. Потому что твоя душа была готова к разговору. Я не разговариваю с теми, кто не готов исправиться. Это же он сам говорит. Значит, указывает. Элен Хас и все эти, ему не чтобы возвышаться и показывать, какой я классный, смотрите, вы ничего не знаете. А чтобы делать лучше жизнь других людей. Чтобы делать их благороднее, направлять их. Вот смысл всех диалогов. Практически всех. Значит, невежда по своему незнанию собирается переоблагать и над тем, и над тем. А знаток, ну что ж, знаток через подобие и понятие знаток и невежда. Он выводит нас на определение. Значит, несправедливый не является мудрым. Следовательно, справедливый является мудрым и достойным. 350С. Вот этот фрагмент, где он дает это заключение. Но как элегантно, без какого-то либо спора. Просто вводи какой-то средний термин и соедини две мысли. Покажи, в чем неправота оппонента. Вот учимся читать книги. Глубокое чтение с остановками помогает нам тренировать мышление. Я думаю, что лучше, чем у Сократа, поучиться, да не найти. Вообще, перекладывая на современный мир, очень интересный тезис. Да. В кругу своих нет места конкуренции. Мы все призваны для того, чтобы улучшать жизнь других. В то же время, когда, как невежи, они претендуют и рассказать правду жизни мудрецам. Да. Да, и с претензией в кругу своих. Но в те времена, в которые жили философы, было очень мало, как это, круг мастеров был, наверное, достаточно узкий. Да, вы правы. Конкуренция – это первое, что приходит в голову. А как же быть конкуренцией, здоровой конкуренцией? А на что она направлена? На выгоду? Ну вот тут нет. Тут имеется в виду конкуренция между собой. Ну, то есть, по большому счету, если ты мастер, да, твоя задача не конкурировать с мастерами. Так. Смысл на это тратить свою жизнь. А с не мастерами? А, ну, там, нести знания, делать жизнь лучше тех, кто не достиг по какой-то причине этого уровня. То есть, в принципе, твое действие направлено на других, на совершенно другую аудиторию. Получается, что если использовать мысль Платона, чтобы объяснить конкуренцию, задача мастера – выбивать из игры не специалистов, показывая им, что они ничего не знают. Как вариант. И что они не знают плохие товары. И это будет честно, потому что… И это будет справедливо. И это будет справедливо. Отлично. Ольга, это вообще классно. Сейчас вы так к чему мы уже приходим с вами. Мы пытаемся это всё использовать, чтобы объяснять нашу сегодняшнюю жизнь. А говорите, Платон не работает. Даже очень работает. Очень даже работает. Да. И применим. Мало того, что мы учимся читать тексты, мы ещё учимся применять знания, которые мы получаем из этих текстов в реальной жизни. Мне это очень нравится. Судя из этого, Платон утверждает, что знатоки и мастера в своём деле друг с другом не конкурируют. Но я вижу, что конкурируют. А знатоки и мастера. А разница ли есть мастер и знаток? Если в том понимании, в которое вкладывает Платон туда с помощью Сократа, мастер заботится о своих подчинённых, он предполагает некое благо, направленное на них. Надо ещё разбираться. Мастер, который умелец, он взаимно знает, как делать, ремесленник. Если мы даже возьмём двух врачей одинаковой квалификации. Так. Они друг с другом конкурируют за рабочее место и за деньги. Значит, их установки говорят о том, что они хотят пользу и извлечь из своего искусства. Речь идёт о том, что я компетентный, моя компетентность для меня важна. Мне важно создавать поле компетенции. Я с другим компетентным человеком, не вступая в взаимодействие, противоречие, потому что мне очевидна его компетентность. Он подобен мне, его знания находят отвлек во мне. Когда я вижу некомпетентного человека, я пытаюсь его выразумить или устранить эту некомпетентность. То же самое возвращаемся обратно. Некомпетентный человек, ему не важна компетентность как таковая, он её не имеет. Поэтому он вступает в конфронтацию и с некомпетентным, и с компетентным, поскольку у него нет чувства подобия, он очень не резонирует, у него нет полноты. И в этом смысле, если говорить о врачах, врач, вступая у ложа больного, если он хочет вылечить больного, если рядом с ним его кто-то, человек компетентный, они будут дальше заниматься этим делом. Если он ведёт в нём не компетент, не врача, а коновала, он будет с ним конфронтировать для того, чтобы либо его образовать, либо отстранить. Если он справедливый врач, если же он не владеет справедливостью, а владеет несправедливостью и компетенцией, он этого сделать не будет. Помните, начало... Да, да, да. А если... Ну, то есть вот это тонкое поле, конечно, здесь греки очень изощрённые. Вот так вот, мы так не мыслим. Вообще-то, у нас какое-то другое мышление. Не, мы тоже так мыслим. Тут нужно немножко, наверное, привести. То есть, когда конкуренция у врачей за своих пациентов, то это не конкуренция между врачами, это конкуренция между предпринимателями. А если два врача думают, вот как правильно делать операцию, они в этом, если они знают, то они согласны, будет, как делать операцию. Конкуренции тут не будет. В диалогах выше уже была подобная ситуация, когда мы различали специалиста и справедливого. Ты можешь быть хороший специалист, знать своё дело, но ты можешь не владеть справедливостью. Лучший сценарий, когда твоя душа владеет добродетелью, и ты умеет в своём деле. Вот тогда ты, видя неспециалиста, в силу своей справедливости будешь заниматься тем, что указывает ему, что он не знает, не потому что избавиться от конкурента, а чтобы сделать его лучше. Вы правы. Нужно найти такого человека с таким мышлением. Платон формирует мышление чистое, а последовательное. Это установка жизненная. И он говорит, что такая установка жизненная приведёт к тебе к благу. Нам кажется, с нашего житейского опыта, что это сложный путь. Это проблемы, это ссоры, это не понравишься ты кому-то. Но нужно понимать, что ты встраиваешься со своей душой в общество, которое отображает собой структуру твоей души. И если ты хочешь жить лучше, то ты должен понимать, что ты связан с другими людьми в этом обществе. И без них лучше жить ты не можешь. Потому что государство Платона – это не про человека в пещере. Это про человека общественного. То, что подходит потом Аристотель. И потому так важно показывать другому, что он не владеет пока знаниями, но может, ему захочет стать в этом плане лучше, компетентнее всего лишь. Подчеркиваю, только с этой целью. Не с целью выбить конкурента из игры и получить себе полностью этого конкурента. Да, да, да. И его лечить. Правда, скорее конкуренция. Это сразу, что первое приходит нам в 21 веке в голову. Греки бы так, конечно же, не поставили вопрос. Вы не встретитесь здесь в диалоге. Они до кого не додумались. А мы додумались. И мы повернули диалог в Торусло, где нам нужно дать ответ с помощью тезисов Сократа и Фасимаха. И мы его нашли, что есть мастерство, ты знаток в своем деле, и есть знание справедливости. И желательно, чтобы они совпадали. И в средний термин выступает подобие. С подобным ты никогда не будешь преобладать, превышаться над ним, конфликтовать, конфронтация никогда не возникнет. Это невозможно по определению подобенства самого. А вот с тем, что тебе не подобно, если ты знаток, то неподобно будет и не знаток, противоположное. Вот с ним ты вступишь уже. А как ты будешь дальше с этой ситуацией выходить, это уже зависит от тебя. Безусловно. И чтобы потом, чтобы двигаться к полному уже разрушению, что несправедливость – это могущество, нам нужно указать, что государство, которое обретает свою… Может ли государство обрести свою мощь, не владея справедливостью? Может ли… О, давайте на бизнес, если вы хотите. Может ли бизнесмен обладать настоящей серьезной мощью в совершенстве своем, потому что их интересует совершенство, не будучи справедливым? Не будет ли это мнимая мощь? То есть успех совершенства государства, как он сам говорит, государство 351b, государство обретает свою мощь, силу вместе со справедливым или раздельно? Может, не нужно той справедливости? Я и так буду мощной, сильной, без вот этих всех вопросов о справедливости. Почему так важно было Сократу… Фашистская Германия была мощным, сильным государством, но хотя они по отношению к себе, наверное, были справедливы относительно, но они всю Европу покорили, да. Он ведет к тому, что, возможно, нам так кажется, что это мощь. Или все-таки нет, или тут какая-то ошибка. Но опять же, тут пример в тех государствах, когда они завоевывали другие государства, используя этот ум здравомыслия в таком понимании, как несправедливость, как здравомыслие, о которой мы уже ушли. Они забирали другие территории и счастливо себя жили в своей несправедливости, наращивая свою мощь. Но является ли это мощь подлинной? Можем ли мы оценивать ее так? Говорят, что беда в том, что это все смешано. То есть в основном государство становится мощным благодаря справедливости как раз-таки. Тогда нужно нам опять же уточнить, что справедливость — это некое подобие в душе между ее частями, когда все ее части действуют в космосе, когда порядок есть заодно, согласовано между собой. Значит, они могли договориться в этом своем общем деле. Сократ говорит, что несправедливый человек не может достичь этой настоящей мощи, которая дает справедливость, потому что он не может договориться. Там постоянный раздор находится. Несправедливость — это отсутствие добродетели справедливости, а значит разобщенности самой душе человека. И такой разобщенный человек никогда не может дать настоящую силу какой-то полису, сообществу, организации. Потому что вот если он ведет, у него должна быть полный и полный космос, гармония, все как надо расставлено. И такой человек справедливый может привести к справедливости полное свое сообщество. И в границах этого сообщества, в самом их этом сообществе, люди могут договориться только тогда между собой, если они имеют общие позиции. А общие позиции Платона здесь универсальные. Опять же, порядок в твоих частях души. У каждого порядок. Платон предполагает, что порядок — это только одно состояние, когда ум управляет. А если будет ум управлять, то они найдут общее, существующее само по себе. Они будут способны это сделать. Если же будет управлять, скажем, черный конь, у каждого будет благо свое. Это если совсем так просто уже объяснить Платона. Потому что он и говорит, структура у каждого одинакова. Все мы испытываем желания, все мы испытываем эмоции. Но от силы нашего ума очень многое зависит. Кто-то лучше собой управляет, кто-то хуже собой управляет. Если же мы хотим быть справедливыми, нам нужно хорошо собой управлять. Должна быть гармония между всеми частями души, с животными началами. Разум умеет с ними договариваться. Он находит общий язык, как говорит, нельзя пить воду, тебе врач сказал, после операции не пить. Но я хочу пить. Нельзя. Это говорит ум, и человек не пьет. Он может не пить, но он хочет выпить воды, и его мучает жажда, например. Значит, ум показывает, например, если ты выпьешь, будет то-то, то-то, то-то. Все, не хочу, терплю. Так, один из вариантов. Потому это очень важно указать, кто в ладу с самим собой, тот может договориться с другими такими же, кто в ладу с самим собой. И тогда будет справедливое общество. А несправедливое общество, они не способны договариваться. Это не та мощь, это мнимая мощь, которая временно, она будет разрушаться, потому что она не базируется на порядке. Она базируется на временности, на беспорядке, на каких-то низменных вещах, которые не могут быть фундаментом. Они рано или поздно разрушат это все. Потому что каждый будет тянуть себе в меру своей вот этой низменности. Потому что вот не те начала берут вверх. Но этого же недостаточно нам, чтобы закончить это обсуждение, что чего-то не хватает. И Сократ последнюю фразу, последний пассаж у него очень сильный. Он говорит, у всего есть свое назначение. Очень гениально, дедуктивное такое, у всего. У того назначение быстро бегать. У этого назначения искусственная вещь, хорошо резать материал. А у тебя, человек, намного сложнее, чем животное. Это какое назначение? И он тогда перечисляет, это не только в этом диалоге, и в других тоже, назначение души. Вот если вы верите в этот алгоритм, у всего есть назначение, тогда сработает. Душа заботится терапию делать, управлять, вести, советоваться. И без достоинства, одного достоинства, это все очень трудно сделать. Потому заботиться, управлять и советоваться. Если это универсальные достоинства души, то для них не хватает добродетелей, чтобы быть справедливым. Эта же справедливость, она помогает все восполнить, реализовать и заботу, и управление, и совещание между группами людей. Удерживает. Если же этого нет, то будет раздор постоянный. Временные победы не нужно абсолютизировать до уровня, что это всегда хорошая жизнь. Платон ищет стойкую, незыблемую, неменяемую хорошую жизнь, да, штормить будет. Но стержень должен быть. И он говорит, стержень – это ваши добродетели. На них нужно базироваться. Они ведут к счастливой жизни, когда на вас действует очень много разных обстоятельств. То есть, как по мне, платонизм потом будет хорошо реализован у Аристотеля и у стойков. Они его сделают более таким доступным. И в стойке Платон решали одну и ту же самую проблему. В человеке есть животное и умное, то, что называется духовным. И они между собой как-то совмещаются. Платон говорит ум и два начала. Ну, одно разумное, а два неразумные. Стойки будут тоже объяснять, как же человек может совладать. Они будут по-другому немного ум триктовать. Но у Платона, по крайней мере, вот такое вот понятное объяснение, что крепкий ум, развитый ум, он направляет эти две низменные части души и удерживает. От него все зависит. От этого нуса или логоса по-разному употребляются слова на дренегреческом текстах Платона. И, значит, справедливый, он, справедливость ведет к счастливой жизни, потому что это состояние души, а несправедливый не может быть выгоднее несправедливого. Только по этой причине. Мнимое счастье, мнимое могущество и темпоральное, то есть временное. К тому весь этот тезис про то, что совершенная несправедливость полезнее, чем совершенная или несовершенная справедливость, он никуда не подходит. Он распадается под конец, когда мы переинтерпретируем термины через подобие, через знаток, незнаток и делаем точку в последней фразе, что это добродетель, который помогает душе выполнять свое предназначение. Так заканчивается первая книга. Во второй книге собеседники два брата Платона скажут Сократу, что ты много где чего оставил, зачем ты это сделал? Давай-ка вернемся. Никак-то не в твоем духе. И они будут возвращаться. Но опять же таки, первая книга самостоятельная, даже видно, что можно ее брать как пример и рассматривать. Я это веду к тому, что у Паварнина и у Адлера была мысль не читать фрагменты. Это не фрагмент, это вступление, завершенное вступление, которое отсылает к еще другим книгам. И в этом, наверное, сила этого вступления. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok